и вот я собралась красить яички для этого я заранее приготовлю шелуху проварю ее пусть я в этот раз хочу про экспериментировать потому что я хочу такой насыщенный коричневый окрас моих яичек и посмотрю что вы из этого получится вот я вот заранее кастрюлю насыпала шелуху как она закипела залила это холодной водой как она закипела я добавила сюда две три столовые ложки уксуса и вот немножко прокипит я выключу сейчас ее и пускай настоится у меня пару часов я во всех видео в своих последних что касается яичек употребляю слово яичек я знаю что я медик под себя я медсестрам и знаю что такое яички что такое яйца действительно нужно говорить в кулинарии яйца но я сама по себе так по натуре добрый человек и стараюсь с вами быть очень ласково и в уменьшительно ласкательной форме озвучиваете яйца так что извините за неграмотную речь иногда я думаю что вы не простите что друзья настал час окрашивание яиц каски перед этим хочу показать мой балкончик так вот он выглядит немножко его убрала здесь зона такая у меня очень много цветов некоторые находятся в комнате здесь маленький не выросли я вообще лучше люблю цветами заниматься потому что как с детьми с ними разговариваю общаюсь злюсь если они не растут вот сегодня так привела немножко в божеский вид всего понемножку такие которые можно оставить и летом на балконе потому что они у нас лето очень жарко и очень жарко все сгорает практически все цветы я так думаю под зонтиком здесь можно полежать на диванчике приготовила для себя такую зону но я сто раз еще поменяю здесь то я постоянно меняю что-то здесь на балконе вот так вот с чего мы будем начинать ну я приготовила такой раствор видите он немножко по окрасился настоялся из луков из луковой чешуи листики которые я вчера совала вот петрушечка тоже красивая очень получится что мне нужно еще водичка яйца и одна пачка колготок то есть я пожертвовал колготками для своих яичек ножницы и нитка обязательно чтобы заворачивать это все ну а здесь вот я вот на пасху готовлю помыла немножко сейчас сушится изюм знаете что обязательно промывайте изюм вот сейчас я не употребляйте его не промытым я его промыла под водой у нее руки такие жирные стали это я масло какое-то вот тронула потрогала обязательно промывайте здесь я делаю в принципе порцию половина порцию сделать потому что у нас здесь двое родственников у нас сейчас так немного здесь родители в деревне как вы знаете и принципе я то тоже стараемся не есть лично если я кушаю то жану и хлеб и то есть только на завтрак 100 грамм об этом попозже о том как я похудела здесь какая пупушка приехала и я считаю и думаю что я похудела здесь набрала и этого веса придерживать но у меня питание совсем другое не такую как мой муж я ему готовлю отдельно и себе отдельно я не страдаю я голодная не хожу я радую жизнь потому что я не голодная человек когда голодная злой я все нормально эти птички прилетели ну ладно не будем отвлекаться короче вот я вот потихоньку готовлю все припасы к пасочкам потому что я хочу вот сейчас я приготовлю яички сварю их я обязательно покажу как я как они выглядят уже готовыми затем я вечером приготовлюсь добу на тесто и всю ночь мне будет это тесто подходить так мои хорошие вот я и закончила с вами яичками я много не сделала яиц не приготовила потому что нас двое человека и я в том году 30 сделала и пришлось мне выбросить потому что здесь каждый день нужно отваривать свежие яйца турецкие мужчины турецкий мужчина любит свежие каждый день я делаю ему обеды и каждый день нужно что-то разнообразить меню естественно на второй день он низку не покушает ни плов не обед ничего так вот привык мой муж так вот я привод приготовила посмотрите увидите какие импровизировала надеюсь вот все они разные такие посмотрим что получится мне я думаю что должно быть красивым так вот сейчас я немножко похоже опущу их в этот раствор еще нужно добавить соль чтобы они не треснули и туда уговорить провариваю их они покипят у меня минут полчаса наверно и потом я их оставлю продолжительное время я не знаю насколько но посмотрим и кстати я приготовила припасы то что нужно на пасху но я вам похоже объясню все и я забыла совсем что у меня есть муж нужно ему приготовить уже не вот сейчас я отвечаю чтобы я угодила всем сразу и вам и ему а вот что я ему сегодня приготовила все быстро спонтанно и я сейчас вам объясню что это такое на первое у нас идет суп magic так на второе плов свежий только спинит и я потом научу как делать такую рассыпчатый плов и фасоль свежая соусом турецкий мужчина очень любит всю свою то есть жидком виде я попыталась приготовить все в сухом он это не поел и и поэтому я сейчас стараюсь я сделать все в жидком виде так ну это в соленье йогурт обязательный йогурт чтобы он не покушал чтобы не было на столе йогурт это обязательно должно присутствовать меню хлеб 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 кстати почему я не порезала потому что они любят ломать его они не любят резаный хлеб иногда они заворачивают туда яичницу могут завернуть и фасоли то могут с ложки залить и поесть ну и я не забыла про себя у меня значит на сегодня на ужин йогурт с яблоком яблоки покрошила порезала и изюмку немножко так что вот приятного аппетита так мои хорошие извините за музыкальное сопровождение это моя вытяжка заклинула и не отключается шум если я отключу то вы ничего не увидите темно будет так вот я в этот раз тоже проэкспериментировал с яйцами я всегда раньше ставила их холодную воду а сейчас я положила прямо в кипящую я побоялась что они лопнут но они не треснули слава богу вот они вот сейчас таким образом будет у меня варится на полчаса пускай поварится я их оставлю на долгое время в этой горячей воды я не могу это записать этот весь процесс потому что у меня нету третьей руки а это нужно все делать двумя руками так что извините мне потому что вы не поучаствуйте в самом процессе я накормила своего мужа он перемыла посуду яйца у меня сейчас варятся и я вот покажу что нужно для теста для паски значит на пол порции я делаю потому что целая порция это очень много выходит пасок и нужно специально банки железные я наверно буду делать упекать в кастрюлях сковородках я не знаю что я буду завтра делать ну что-нибудь придумываю приспособлюсь так вот я мои обязательно я муку сейчас просеяла заранее целый такой понадобится не понадобится в следующий раз и мы любим мой муж любит выпечку я часто делаю особенно хачапури наши грузинские но я вас тоже потом научу рецепту так вот я просеяла муку и она заново ожила ведь у нее не было никаких отходов но она начала дышать я дала и подарила и вторую жизнь что я буду делать вот я приготовила здесь цедру двух лимонов один лимон мне как показалось что них достаточно столовая ложка такая неполная соли это разрыхлый разрыхлитель кабарт матузу моя мама мне сказала что нужно две пачки на большое на большую порцию ну вот я наверное половину одну использую и 10 и 5 пачек ванилина такой ванилин 5 пачек ванилина мне понадобится кстати дрожжи я поинтересовалась два дня назад у мамы рецепты потому что объяснить первый раз пику в турции пасочки и принципе не помнила рецепт а так постоянная по двумя когда жила это было моим одним из любимых занятий печь пасхи тесто обалденное получалось поэтому я позвонила и попросила рецепты этого рецепт этой пасхи так вот дальше вот что делать мне стрелы с дрожжами я не знаю потому что моем рецепте пачка сухих дрожжей а здесь как я потом рассчитаю значит 4 столовые 5 столов ложек растительного масла но я сказала 250 грамм изюма я его промыла яйца 6 6 5 6 штук пачка такая полкило масла не знаю как получится мой муж принес вот узлу я посмотрела сейчас в принципе тесто же тоже нужно положить соль поэтому я поменьше взяла соль масс молоко вот такое не успела я как-то не сообразила забрать купить домашние уже спонтанно решила приготовить пасху и вот 6 стаканов сахара масло я растоплю яйца сначала я собью яйца потом я добавлю муку сахар яйца все это миксером конечно затем значит заранее я вот разведу эти дрожжи молоке добавлю молоке разведу они растают растворяться там и потом добавлю я к теплому молоку кстати все теплое все должно быть теплым хорошо муки сколько возьмет я не знаю сколько возьмет мне поэтому я приготовила очень много и в общем остальное что разрыхлитель ванилин цедра двух лимон мне кажется я ничего не забыла и долго месить наверно минут 40 50 или час нужно месить это тесто оно будет такое тяжелое потому что столько с дубами представляете 6 стаканов только сахара яйца сколько масла полкило масла конечно она будет очень тяжелое его трудно месить поэтому я пошла отдохну немножко запасусь энергией после 12 начну а в следующем видео мои хорошие вы можете посмотреть на мой готовый результат надеюсь вам понравится если вас заинтересует рецепт моей пасочки вы можете написать мне в личку или в комментариях мои данные контакты вы найдете под каждым моим видео фейсбук можете мессенджере все данные есть у меня на странице под каждым видео так что вот об этом я хотела с вами поговорить и вообще вот вы заметили что я весь день нахожусь на балконе сейчас пришла весна такая уже летом наполовину и балкон это я весь день провожу здесь ну естественно венька как когда не жарко здесь а поэтому я так обустраиваю его как бы сделать его еще более поуютней кстати это все делал моих рук на досуге как только я приехала я не знала чем заняться вспомнила тем что занималась когда-то когда так когда дети были маленькие что-то почему-то поучилась в интернете в ю тубе все можно научиться когда захочешь и я видео раньше не могла снимать дальше раньше ох это машина мусорная так она шумит вот вы заметили что всегда когда я с вами разговариваю обязательно кто-то шумит ничего он жизнь это говорит о том что я действительно реальный человек живу реальной настоящей жизнью и хочу с вами делиться каждыми мелочами то что происходит у меня в жизни потому что я нашла кажется то что мне что искала спасибо вам за внимание за то что вы смотрите меня и постараюсь улучшать свои видео качество их пока пока не забыл подписаться на мой канал внизу под видео я жду подпишись